What do you want? It's almost rush hour. Did you know Jackie Chan is a dwarf? Hi, это обзор на игру. The Dungeon of Nehielberg, the Amulet of Chaos. Дата выхода 17 сентября 2020 года, разработчик Artifact Studio. Это не первая игра студии, а 16-я. Если о Соласте в Ру-сегменте есть хоть какая-то информация, эта игра оказалась незамеченной. Первая и главная проблема – доступные языки. Английский, французский, немецкий и китайский. И даже есть три озвучки на английском, французском и немецком. Для Унтерменша из СНГ перевода нет. И правильно, к чёрту этих пиратов. И я немножко разочарован. Игра стоит меньше 30 долларов. Это не ранний доступ, а полноценный релиз. И разработчики даже не продают бета-версию за 114 долларов. Artifact Studio вообще не понимают, как правильно продавать современные игры. Жанр. Линейная адвенчура с пошаговыми тактическими боями и возможностью прокачивать и одевать персонажей. Большую часть времени вы бегаете по подземельям, выполненным в стиле ДНД. Свобода передвижения полностью ограничена продвижением по сюжету. В начале игры часть дверей закрыты, и вы сможете их открыть, когда получите соответствующие квесты с ключом или паролем. Плюс, агра можно научить разбивать двери и стены, но это происходит в паре мест, обозначенных на карте значком агра. Камера движется вместе с отрядом, то есть вы не можете посмотреть мышкой всю открытую местность. И плюс, вам нужно постоянно бегать туда-сюда, прокликивая раз за разом весь маршрут. То есть было бы намного удобнее мышкой класснуть по карте, чтобы отряд сам добежал в нужную точку без вашего участия. ДНДшный пошаговый Икском. Боевка не очень дружелюбная, это вам не Baldur's Gate 3, вас будут ебать сразу же, даже на нормальном уровне сложности. Так что дважды задумайтесь перед тем, как брать максимальную сложность. Сама игра полностью построена на рафлянках, по духу напоминает похождение Барда. Несерьезность во всем, даже например классы, есть рейнджер, вор, варвар, эльф и дварф. У рейнджера написано, что он рейнджер, а у эльфа класс эльф. Система прокачки, даже несмотря на то, что игра выглядит как ДНД, прокачка абсолютно ничего общего с ДНД не имеет. Всё работает абсолютно по-другому. За уровень вы получаете два очка характеристики, по одному очку навыков в двух ветках. И снова возвращаемся к русификации. Персонажи говорят интересно, очень много и быстро. Плюс у каждого есть свои уникальные способности и навыки, то есть без минимального знания английского языка вы не сможете нормально играть. И то, с чего нужно было начать этот обзор. Это аудиосериал на французском языке, рассказывающий о группе авантюристов пародия на героические фэнтезийные ролевые игры. Создан в 2001 году, этот сериал был одним из первых в своем роде, который был доступен в свободном доступе в интернете, что вызвало волну подобных рассказов в формате MP3, которые публиковались во франкоязычной сети. Сериал был создан Джоном Лэнгом, также известным как Перо Хаоса, который не только написал и продюсировал сериал, но и исполнил большинство голосовых персонажей. После успеха история была адаптирована в серию комиксов, серию романов, настольную и видеоигру. На старте мы можем выбрать гендерный полурассказчика, мужской и женский. Какая непрогрессивная игра, а как же инклюзивность и дайверсити. В стартовой партии нет чернокожего персонажа. Главный герой белый спермобак-угнетатель. Мужские персонажи похожи на мужчин, а женские на женщин. Только Паладинша очень сильная женщина, но ее можно не брать в отряд. Были наезды на сериал Мандалорец, что у баб сисечная броня подчеркивает грудь. У Паладинши доспехи правильные, на сисечники конусами. В плане сексуализации женских персонажей. Все отлично. Сиськи колышатся на ветру.